Здравствуйте! Вы смотрите программу событий на телеканале Самара ГИС в студии Сергей Кизоркин. Главная тема дня. Военные самолеты в мирном небе. В Самаре прошла первая репетиция авиации перед Парадом Победы. Боевое оружие военных времен снова будет в строю. Кавалерийскую шашку герои Советского Союза готовят к участию в параде. Самара ГИС помогает сохранять память поколений. Благодаря нашему телеканалу семья старинных получила видео со своей родственницей, встречавшей болгарскую делегацию в советские годы. Знаковое событие ожидается в Самаре. 24 июня на площади Куйбышева пройдет Парад Победы. Сегодня в небе над Самарой можно было наблюдать репетицию пролета 14 вертолетов и самолетов. Все они станут участниками демонстрации военной техники. Виражи в небе утром вскружили голову Андрею Горгуленко. Шум вертолетных лопастей и самолетных двигателей сегодня нарушил спокойное и размеренное утро самарцев. Авиация, которая примет участие в Параде Победы 24 июня, совершила первый пролет-репетицию над площадью Куйбышева. Пилотам с земли сразу подсказывали, как они смотрятся в небе. Всего над городом 24 июня пролетят 14 машин. Среди них вертолеты Ми-2 и Ми-8, истребители МиГ-31 и Су-34, а также бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Если потребуется, пилоты готовы совершить еще одну репетицию. На самой площади тоже заканчиваются последние приготовления. Уже полностью смонтированы трибуны и медиа-экраны. И площадь Куйбышева готова принимать не только Парад 24 июня, но и его генеральную репетицию 20 числа в эту субботу. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Специально к Параду Победы на площадь Куйбышева доставят и уникальную реликвию. Кавалерийскую шашку времен Великой Отечественной войны. Это персональное оружие героя Советского Союза Дмитрия Голосова. Боевой генерал прошел с ней всю войну и участвовал в параде 24 июня 1945 года. Сейчас раритет хранится в музее имени Алабина. Олег Зверев тоже увидел именитое оружие. Кавалерийская шашка боевого генерала Великой Отечественной войны снова окажется в строю. Во время юбилейного Парада Победы 24 июня ее пронесет командир роты почетного караула в составе знаменной группы. Сейчас реликвия находится в хранилище музея имени Алабина. Персональное оружие героя Советского Союза Дмитрия Голосова музею подарила его супруга в 1963 году. Вместе с другими вещами генерала. Шашка была при нем всю войну. Дивизия Голосова участвовала в освобождении Киева и многих других стратегически важных операциях. Вместе с ней он принимал участие в параде Победы 24 июня 1945 года. Сама шашка образца 1927 года, кавалерийская, для командного состава. На самой шашке есть некие клейма, по которым мы можем предположить, что она была сделана где-то в 30-е годы, скорее всего, в 35-36 год. Соответственно, это было до войны. И естественно, что во время войны она была с Дмитрием Николаевичем. И именно поэтому, как заслуженная, как та, которая прошла всю войну с ним, она и оказалась на параде Победы в 1945 году. Шашка, ставшая оружием советской кавалерии в годы Великой Отечественной войны, была принята на вооружение решением Реввоенсовета в 1927 году. Златоустовский оружейный завод выпускал порядка 40 тысяч таких экземпляров в год. Форма клинка повторяет драгунскую шашку российской императорской армии. За годы выпуска проводилась как модернизация, так и упрощение оружия. В 1931 году у нас не хватало цветного металла в стране. То есть, как раз вы видите, что она выпущена уже после 1931 года. Цветной металл на гардах, на рукояти, на ножнах был заменен более дешевым вариантом. То есть, чугуном или металлом ковки, покрытой никелем или другими какими-то материалами, чтобы не покрывалась ржавчиной. Различались также образцы для младшего и командного составов. Шашка генерала Голосова, соответственно, украшена орнаментом на верхней части рукояти. Ценность этого образца очень велика. Всего на один день шашку позволят вынести из музея для участия в параде. После чего она вернется на место. На вечное хранение. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Новый памятник установили ветерану Великой Отечественной войны Василию Сахранову. Летчик-испытатель погиб в небе над Куйбышевым в 1943 году. Проверяя на прочность штурмовик Л-2. Эти самолеты выпускали на первом авиационном заводе. Историю летчика-испытателя записала наша съемочная группа. Стало известными летчика, чья могила долгое время была заброшена на городском Беземянском кладбище. Оказалось, на шестой линии похоронен герой двух войн Василий Сахранов. Он сражался в Испании, защищал небо над Москвой. Потом вместе с первым государственным авиационным заводом был эвакуирован в Куйбышев, где и погиб, испытывая штурмовик Л-2 в последний день июля 1943 года. Эту историю подвига на заводе «Прогресс» знает каждый. Нет такой семьи, в которой кто-то не погиб, кто-то не участвовал. И если мы не будем помнить этих людей, то я так думаю, что у нашей тогда страны нет никакой будущей, никакой перспективы. То есть память – это все, что позволяет нам помнить и учиться на ошибках, так сказать, или на подвигах. Это тот маяк, к которому надо идти, на который надо равняться. Приемник первого авиационного предприятия – завод «Прогресс». Здесь к ветеранам относятся трепетно. Три года назад решили отыскать и привести в порядок могилу орденоносца – летчика-испытателя Василия Сахранова. Однако столкнулись с трудностями. Документы, где похоронен герой, были утеряны. Но патриотов завода это не остановило. Они не только нашли могилу, но и установили новый памятник. Образ военного летчика Василия Сахранова на его надгробном камне был взят с фотографией, которая была размещена на доске почета завода «Прогресс». В военные годы его сфотографировали в тот момент, когда он получал орден Красного Знамени. Почтить память героя Великой Отечественной войны пришли ветераны, профсоюз, руководство предприятия и рабочие. Для них восстановить мемориал оказалось делом чести. Мы начали искать родственников, мы начали обращаться в архиве по номеру винта, который мы нашли. И это нас привело к тому, что мы определили, что здесь захоронен начальник летной испытательной станции Василий Сахранов. И вот сегодня мы с вами присутствуем на таком замечательном событии. Мы открыли памятник, отдали свой долг тем героям. Прежний памятник летчику-испытателю, им служил поврежденный вандалами винт от самолета Л-2, демонтировали и отправили на завод «Прогресс». После реставрации его установят в местном музее. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. В Самаре спустили на воду новую баржу «Самарская-3». Ее построили на судостроительном судоремонтном заводе. Она отправится в Санкт-Петербург и будет перевозить крупные и негабаритные грузы. Может работать как на реке, так и на море. Елена Малютина расскажет, как проходила церемония и что из себя представляет новое судно. Красная ленточка и символическая бутылка шампанского, которую разбили о борт судна на удачу. В торжественной обстановке на воду спускают несудоходную сухогрузную баржу «Самарская-3». На ее строительство ушло около года. Судно получило символическое название. В прошлом году спустили на воду две такие же баржи. Длина судна более 95 метров, а ширина почти 17. Проектировали баржу инженеры из Санкт-Петербурга, а сконструировали на Самарском судостроительно-судоремонтном заводе. Она предназначена для перевозки крупных и негабаритных грузов. Может работать как на реке, так и на море. Это у нас сухогрузная баржа. Она предназначена для перевозки генеральных и сыпучих грузов. Перевозить может в принципе все виды. И металл, и крупногабаритные, и зерно, и химикат. На торжественное открытие приехали сотрудники предприятия, представители правительства Самарской области и администрации города. Самое главное, что предприятие не только восстанавливает судоремонтные традиции Самарской области, оно находится на производственной площадке Самарского нефтефлота, который был создан в 1958 году. А сегодня предприятие развивается. И уже это судостроение. Это не просто ремонт, а это судостроение. Это очень важно, это новый этап, это новый уровень развития. Самарский регион покоритель всех стихий. Воздух у нас, ракетостроение, авиастроение. У нас автомобильстроение. И мне, как главе администрации Куйбышевского района, очень приятно, что Куйбышевский район – это база судостроения. Предприятие становится, по сути, предприятием полного цикла, не только ремонтным. Я желаю, Сергей Алексеевич, вам лично, да, всему коллективу заказов, как можно больше, чтобы на полную производственную мощность предприятие вышло, и чтобы эти заказы были на долгосрочный период. В этом году нефтефлот заключил договор на строительство пассажирских судов. Представители правительства и администрации города заложили первую секцию корабля. И в торжественной обстановке на будущей палубе прикрутили табличку. Судно будет способно вмещать 200 человек. Его длина – почти 30 метров. Строительство двух новых пассажирских судов планируют закончить в следующем году. Елена Малютина, Константин Головин. События. В пятницу, 19 июня, в Самарской области подтверждено 83 случая. Заражение COVID-19 об этом сообщает Федеральный оперативный штаб. Таким образом, общее число больных новой коронавирусной инфекции в регионе с начала пандемии достигло отметки в 4183 человека. Выздоровели за сутки 32 пациента, а всего 2110. За последние 24 часа смертельных случаев от коронавируса не зафиксировано. Музыка и песни советской эпохи прозвучали на улице возле главного корпуса больницы «Симашка». Волонтеры акции «Мы вместе. Культура» совместно с активистами Общероссийского народного фронта провели для медиков и пациентов праздничный концерт. Он посвящен Дню Медработника. Какие еще подарки получили именинники, увидела наша съемочная группа. Крыльцо и балкон больницы «Симашка» на несколько минут превратились в зрительный зал, а площадка перед зданием в импровизированную сцену. Самарские артисты приехали поздравить врачей с их профессиональным праздником. День медработника отмечают в 3-е воскресенье июня. В городской больнице «Симашка» к традициям относятся трепетно, поэтому в плутном графике работы нашли несколько минут для культурного отдыха. Рассказывают, обычно праздник отмечали масштабно, с выездом на природу. Сегодня не до этого. Медики сейчас на передовой борьбы с коронавирусом и чувствуют себя, как их коллеги во время Великой Отечественной войны. Сейчас в условиях пандемии возросла значительная нагрузка и докторам, медсестрам, санитаркам, другим техническим работникам. Конечно, очень приятно, когда немножко наши будни, эти напряженные, с карасиком. Раккордеон играет, и есть такое немножко чувство, как будто на передовой и приехала концертная бригада поддержать. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Советские популярные песни и музыкальные произведения в исполнении баяниста Дмитрия Деревякина и золотого голоса губернии Гульнары Обожиной. Концерт рядом с главным корпусом больницы «Симашка» шел полчаса. Это подарок ко дню медработника от волонтерского движения и ОНФ. Мы хотим поздравить и врачей, и медсестр, и лаборантов, и санитаров с этим великим праздником, потому что именно сегодняшний день показывает значимость этой профессии. А в следующий момент мы уже с руководством поликлиники переговорили, будем дружить, как говорится, и приезжать к ним уже в более широкой концертной программе. Среди волонтеров акции «Мы вместе» приехавших поздравить врачей больницы «Симашка» и Юлия Фомченко. В будущем девушка тоже даст клятву Гиппократа, а пока проходит в больнице практику. С этой больницей мы тоже тесно сотрудничаем, мы помогаем врачам по просьбам, что им нужно, где-то помогаем оформлять медицинскую документацию. Зрелищем не ограничились. Волонтеры и активисты ОНФ привезли медикам два грузовика клубники и пакеты с соком. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. Сегодня в Самаре на улице Мичурина произошло ДТП с участием скорой помощи. Видео с места происшествия поделились очевидцы. На кадрах видно, что иномарка столкнулась с машиной скорой помощи. ДТП произошло на участке трамвайных путей. Поэтому движение общественного транспорта временно заблокировано. Виновники аварии уточняются. В Самаре завершено расследование уголовного дела бывшего начальника ФКУ управления по конвоированию УФСИН России по Самарской области. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с мая 2014 года по июль 2019 года мужчина трудоустроил четырех человек и выплатил им зарплату в сумме почти 7 миллионов рублей. При этом они фактически не исполняли должностные обязанности. Действия обвиняемого пресекли сотрудники службы безопасности ФСИН и регионального УФСБ. Уголовное дело направлено в суд Ленинского района. В Тольятти задержали водителя, перевозившего наркотики. Сотрудники ГИБДД остановили на пропускном пункте автомобиль для проверки документов. Пассажир заметно нервничал, поэтому было решено досмотреть машину и тех, кто в ней находился. В кармане брюка водителя обнаружили полиэтиленовый пакет с таблетками желтого цвета. Как оказалось, это были наркотики весом более трех граммов, что является значительным размером. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 10 лет лишения свободы. В эти выходные в некоторых районах Самарской области испортится погода, сообщают синоптики. В пятницу, 19 июня, ожидается малая облачность. Температура поднимется до 23-25 градусов. В субботу, 20 июня, воздух прогреется до 30 градусов. Осадки вновь не ожидаются. Спастись от зной, можно будет в тени облаков, которые иногда будут проплывать по небу. В воскресенье, 21 июня, температура спадет до 20-25 градусов. Местами есть вероятность дождя с грозой. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. По горячим следам, кинолог Елена Фисенко и ее четвероногий напарник Ерзон нашли украденную сумку. Это была учебная легенда. В кинологическом центре Самарской области работает больше 300 собак. С их помощью только в этом году удалось расследовать порядка 400 дел. Как проходят будни хвостатых стражей порядка, узнала Мария Левина. По легенде, у женщины украли сумку, и она немедленно обратилась за помощью в полицию. На место происшествия оперативно выехали кинологи. Здравствуйте, центр аркологической службы. Эффективность результата зависит от оперативности сотрудников. Чем быстрее они прибудут на место, тем больше шансов раскрыть преступление. К выезду готовятся напарники Елена Фисенко и пес Ерзон. В тандеме они работают уже два года. Общий язык удалось найти сразу, говорит Елена. Ерзон – пес Ищейка с острым обонянием. Ему уже шесть лет, за плечами сотни раскрытых дел. Ежедневно Елена и ее четвероногий напарник выезжают на места преступления не менее пяти раз. Главное правильно выбрать место происшествия, точку именно, где дольше всего находился преступник. После этого мы даем собаке занюхать и она из, грубо говоря, миллионов запахов со стороны выбирает тот именно нужный ей запах, по которому она в дальнейшем может найти преступника. Ошибиться такие собаки не могут. С самого рождения они проходят тесты в центре кинологов, по результатам которых каждого щенка распределяют на подходящее именно ему направление, будь то охрана или разыскная работа. После чего целый год тренируют. Они работают оттуда до я уже. Выкладывают как кинолог, так и собаку всю свою работу, которую они получили за время обучения. Такие задания, как поиск украденной сумки, хвостатый страж порядка, Ерзон щелкает, как орешки. Вещь нашел за считанные минуты. После этого сотрудники полиции составляют протокол и возвращают утрату владельцу. После успешного дела окрыленный пес еще долго не может успокоиться. Елена меняет тон с приказного на ласковый и мигом превращает грозного зверя в домашнего питомца. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Регион готовится к празднованию юбилея. Самарской губернии исполнится 170 лет 13 января 2021 года. А до 10 июля сформирует оргкомитет. День Самарской губернии – памятная дата, символизирующая исторический вклад региона в развитие российской государственности. 13 января по всей области пройдут концерты, театрализованные постановки, соревнования, выставки декоративно-прикладного искусства, фото-выставки, конкурсы по различным жанрам народного творчества, выставки книг местных изданий в библиотеках, тематические экскурсии в музеях. Некоторые акции стартуют уже в этом году. Одна из них – краеведческая викторина «Наша губерния-2020». Участники проверят знания Конституции, а также важных исторических фактах о Самарской области. В каждом билете будет три вопроса. Победители могут выиграть квартиру, машину, а также памятные сувениры. Стартует горячая линия по всем вопросам викторины. Номер телефона – 8 800 4 5 263. Все участники викторины, которые заинтересуются или захотят принять участие в этой викторине, могут позвонить, задать свои вопросы. Помимо того, что оно приурочено к празднованию 170-летия Самарской губернии, оно также призвано повысить гражданскую активность населения. Мы, я имею в виду муниципалитеты Самарской области, крайне этим и задачны. У нас многие проекты связаны именно с повышением гражданской активности. Мы надеемся, что вот эта викторина, она также будет способствовать этой активности. Я думаю, что мы вместе со всем справимся, справимся с этим периодом падемии и отметим такое знаковое событие, как 170 лет Самарской губернии. Действительно, с большим удовольствием. Самарская область всегда отличалась большим гостеприимством, широтой души. И я думаю, что здесь все эти мероприятия, конечно, будут очень положительно восприняты всеми жителями Самарской области. Как не попасться на удочку фейковых новостей, сегодня обсудили эксперты в режиме видеоконференции, которая прошла в формате круглого стола. В условиях подготовки к общероссийскому голосованию появляются издания, цель которых – информационные манипуляции. Высказывались разные предложения, как бороться с дезинформацией. Свои идеи озвучил и журналист, который предлагает учредить знак, подтверждающий достоверность публикуемых фактов. Суть предложения в том, чтобы уверенные в своих публикациях СМИ размещали маркировку в исходных данных, на которые ориентируется потребитель. Проблема фейков, на мой взгляд, она не нова. Если вспомнить, допустим, знаменитые произведения Гоголя «Нос», а ему, извините, лет 150, как минимум, да, там, если вы помните, майор Ковалев пошел в газету подавать объявление о том, что пропал «Нос». Ему отвечают, мы не можем принять такое объявление, потому что это, как бы, смутит наших читателей в это заблуждение, да, там, что-то такое ненормальное. То есть тогда еще было понятно, что вот такие какие-то вот объявления могут навредить обществу. Самара ГИС помогает сохранять память поколений. Семья старинных на просторах интернета натолкнулась на сюжет нашего телеканала о Самарском знамении. В репортаже они увидели свою бабушку Лидию Шувалову. Ее уже нет в живых, а фотографий с ней у семьи не осталось. Старины обратились в редакцию нашего телеканала и получили диск с этим сюжетом. Дочь Натальи Стариной-Надежда в социальных сетях натолкнулась на сюжет телеканала «Самара ГИС» за 2016 год о Самарском знамене. В новостном материале использовали документальные съемки визита болгарских представителей Куйбышев в 1976 году. В то время бабушка Надежда Лидия Алексеевна Шувалова работала в Управлении культуры и встречала болгарскую делегацию. Этот момент увидела ее внучка Надежда в сюжете. Лидия Алексеевна Шувалова тогда подружилась с болгарами и даже побывала в солнечной стране с ответным визитом в составе поезда «Дружбы», о чем при жизни часто рассказывала дочери и внучки. Это была поездка. Она просто не могла долго в себя прийти после этого. То есть их встретили, Нейка ей подарил букет роз, она говорит, что я сколько была на праздниках, я такого букета никогда не видела. Они сделали в несколько этажей его, вот такой вот, не вот такой, а вот в несколько этажей розы, неподъемный просто. Я, говорит, его держала, боялась уронить. Их привезли на центральную площадь Старозагоры и там устроили хоро. То есть они все друг за другом вот так вот потихонечку стали браться и по кругу. И кончилось тем, что вся площадь танцевала хоро. Вспоминаний о поездке в Болгарию у Лидии Алексеевны было много, а вот фотографий и видео не сохранилось. Но теперь семейный архив пополнился. Телеканал «Самара Гиз» передал старинным диск с записью документальных кадров с участием Лидии Алексеевны. Мы вот стали просить, чтобы нам дали записи эту. И вот любезно Михаил Перепелкин мне сейчас вручил диск. Большое вам спасибо. Теперь мы будем свою бабушку увидеть всегда. Этой осенью в эфире телеканала «Самара Гиз» Михаил Перепелкин в программе «Город. История. События» расскажет о визитах в Куйбышев, украинской и болгарской делегаций. В нее войдут и воспоминания Лидии Шуваловой, подкрепленные уникальными историческими фактами. Мария Левина, Михаил Перепелкин, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»